В Азербайджане возрождают разведение гусениц шелкопряда. Во времена СССР республика занимала в этой области одну из лидирующих позиций. Кемран Гусейнов продолжит тему. Любимое блюдо гусениц шелкопряда – листья тутовника. Просто с дерева личинки насекомых их не едят. Фермеры готовят своеобразный салат, листья мелко нарезают. Жизнь гусениц состоит из пяти циклов. Первый – с момента их появления из яйца. Они три дня едят, один спят. На втором и третьем цикле они набирают вес и в росте. И чтобы им было удобнее, мы листья измельчаем. На четвертом цикле они два дня спят. А на последнем они едят целую неделю и начинают плести кокон. Чтобы сплести кокон, гусеница должна сделать до 200 тысяч равномерных быстрых движений головой. Большинство из них на ферме Заура Гамедли свою задачу выполнила. Для Заура – коконоводство в новинку. Тутовые деревья в хозяйстве были, а три коробки гусениц администрация дала бесплатно. Я раньше тут курс одержал, а когда дали гусениц, пришлось установить печи для поддерживания температуры. За показателем можно следить через специальные устройства. Еще есть вентиляторы для проветривания, но их я включаю после того, как гусеницы сплетут коконы. Заур рассчитывает сдать на предприятие по производству шелка около 100 килограммов коконов. Занятие этим видом бизнеса государство поощряет. За килограмм платят 11 монатов, 6 монатов тебе от государства и еще 5 от предприятия. В Ленкеранском районе коконоводством уже занимается 40 семей и возрождают отрасль. Желающих стало больше буквально за 5 лет, после того, как в стране утвердили госпрограмму. С ее помощью страна должна вновь стать центром коконоводства и шелководства, так это было еще в 70-е годы прошлого века. Кямран Гусейнов, Мурат Гусейнов, Хикмет Куламов, МИР24.